8 марта не только международный женский день, но и по сути профессиональный праздник у продавцов всех цветочных магазинов России. В этот день они продают самое большое число букетов в году. Причем горячая пора у флористов наступает за несколько дней до самого праздника, так как многие мужчины первым делом начинают поздравлять женщин на работе. Но все же рекордный наплыв клиентов, стремящихся в надежде купить самые свежие цветы, в магазинах ожидают именно 8 марта с утра. И здесь их уже ждет настоящая Голландия, которая, как известно, славится своими тюльпанами и розами. На 8 марта больше всего дарят у нас красные розы. Берут в разных количествах и 5, и 25, и 101, и 500, и 800. На втором месте у нас идут тюльпаны. У нас большой ассортимент тюльпанов, это весенний цветок. Берут и хризантемы, и лилии. Также берут и комнатные цветы. Их любят дарить мамам, бабушкам. Но 8 марта растут не только очереди в магазинах, но и цены на цветы. В Черкесске стоимость одной розы колеблется в среднем от 100 до 300 рублей, в зависимости от высоты стебля и бутона. Тюльпаны можно купить дешевле – по 70 рублей за штуку. Герберий и альстромерий обойдутся мужчинам в 100 рублей, лилии в пределах 300, а хризантемы в районе 200 рублей. Ну а если над композицией из цветов поколдуют флористы, то цена возрастет до полутора тысяч, и это будет самый бюджетный букет. Кстати, специалисты прогнозируют цены на самые дорогие букеты к Международному женскому дню в пределах от 50 до 95 тысяч рублей. Словом, если мужчины всерьез намерены поразить дам, то это обойдется им копеечку. Но даже кусачьи цены их не останавливают. Мужчины готовы дарить женщинам красоту, невзирая на ценники. Три тысячи, четыре тысячи, какая разница. Это же любимая женщина. Заслуженный подарок я в любом случае могу купить. То есть сколько вы готовы потратить? Неограниченная сумма. Полторы тысячи, наверное. Их хватит, да? Можно и две. Самое главное, чтобы он красивый был. А там это не столь важно будет. В районе тысячи, я думаю. Ну сколько стоит, столько и потрачу. Ну а сколько? Две, три, примерно так. Максимально? Машину продавал, покупал букеты. Ну а готовы вот сколько? Готов. Ну все готов отдать. Тысяча, две, три, пять. Да, они готовы тратить. Но кто-нибудь из мужчин задавался вопросом, а почему на 8 марта такие цены на цветы? И правда ли, что этот день кормит представителей цветочной индустрии за весь оставшийся год? Мы решили лично разобраться в этом вопросе, расспросив представителей цветочных сервисов. По их словам, по сравнению с непраздничными датами стоимость букета действительно возрастает, примерно на 30%. И дело, как думают многие, не в повышенном спросе. На закупочную цену цветов влияет много факторов. Это и транспортные расходы из стороны производителя, в основном это Голландия, и рост НДС, и таможенный пошлины. Риск не продать свежие цветы вовремя тоже заложен в стоимость букета. Да и оптовые цены в этот момент растут как минимум процентов на 20. Ведь, как говорят специалисты, у иностранных поставщиков все российские праздники давно отмечены в календаре. Вот и получается, что потребителю товар в итоге достается намного дороже. Ну а конкретная цена зависит от безмерной любви мужчин к своим дамам и размеров их кошелька. Единственный совет. Выбирая букет, нужно ориентироваться не на свои предпочтения и возможности, а на вкусы женщины, которой вы будете его дарить. Дарья Назарова, Радамир Князев, Архив 24.